Продолжение следует... Часто возникает ситуация, при которой цены на товары и услуги растут, а качество и количество этих товаров и услуг не увеличивается. Происходит превышение количества денег в обращении, что приводит к их обесцениванию. Этот процесс называется инфляцией. Итак, инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и услуги и снижение покупательной способности денег, их обесценивание. Что это означает для населения, каждой семьи, отдельного человека? Через какое-то время семья на одни и те же деньги сможет купить меньше товаров и услуг. Жизнь для человека дорожает, а деньги дешевеют. Именно поэтому экономическое благополучие семьи и отдельного человека во многом зависит от уровня его доходов. В системе рыночной экономики различают два вида доходов. Номинальный доход – сумма денег, полученная гражданином или семьей в целом за определенный период. Реальный доход – количество товаров и услуг, которые гражданин или семья может приобрести в определенный период на свои номинальные доходы. Рост номинальных доходов далеко не всегда означает рост доходов реальных. Как семья может поддерживать в условиях инфляции уровень своих доходов? Одна часть доходов граждан предназначена для удовлетворения личных потребностей. Другая часть доходов образует сбережения. Сбережения – та часть дохода, которая не идет на потребление. Их можно потратить на дорогостоящие покупки или сохранять на случай потери трудоспособности. Существует множество способов сохранения сбережений. Например, размещение денег на счете в банке, вложение денег в создание собственного дела, хранение денег дома, покупка недвижимости драгоценных металлов. Но как сделать так, чтобы не только сохранить деньги, но и приумножить их? Хранение денег дома опасно и невыгодно. Из-за высокой инфляции ценность денег постоянно уменьшается. Один из способов выгодного сбережения – размещение денег на вкладе в банке. Деятельность банка заключается в том, что он хранит деньги вкладчиков и отдает большую часть их займы другим лицам, получая за это доход. Своим вкладчикам банк выплачивает процент от внесенной суммы. Процент – это цена, уплачиваемая собственнику денег за использование заемных средств в течение определенного времени. Эта система позволяет вкладчику частично защитить свои деньги от обесценивания. Чем выше процентная ставка по вкладу, тем больше рост накоплений. Другой выгодный способ размещения сбережений – покупка недвижимости. Обычно рост цен на квартиры, дома, дачи опережает рост инфляции. Если сбережений не так много, гражданин может вложить их, например, в покупку драгоценных металлов, предметов искусства. Государство заинтересовано в рациональном финансовом поведении граждан, росте их реальных доходов и сохранении их сбережений. От благосостояния каждой семьи зависит экономический рост всей страны. Продолжение следует...